Меня зовут Мельников Алексей. Я расскажу про исследования, которые я делал в прекрасной команде исследований для города Упсы. Исследование это было на основе методики моделирования города. Методик так много. В первой части я расскажу, какие вообще существуют модели городские, модели городов. А во второй части немного технических подробностей. И сразу такой дисплеймер. Я вообще по образованию архитектор, поэтому, может быть, технических вещей я постараюсь избегать. Вообще, кстати, есть архитекторы еще? Поэтому тогда всем будет интересно и вашим, и нашим. И что вообще такое город? Город это живой организм, у которого есть свои законы, и для чего нужна модель, чтобы эти законы предсказывать. Чтобы город развивался не так, как человек хочет, а так, как эти городские законы, эти тренды показывают, куда нужно развиваться. Но модели бывают разные. И в 20 веке было много идей, модернистских идей, которые, можно сказать, испортили многие города. И несколько моделей было таких теоретических. Они, конечно, полезные. Вот примеры моделей сторон географии. Экзотерические модели, тюнг бэджи, секторная модель. Видно, что все они никак не привязаны к существующей инфраструктуре, к существующему состоянию города. Но, тем не менее, это некоторые концепции, которые уложились в основу новых моделей, более практических. Одна из таких моделей, это модель Александра Высоковского, декана неувшая в высшей школе урбанистики. Называется неравномерно реанимированная модель. Суть ее в том, что любое более-менее активное место в городе, более-менее такой центр, он всегда тянется к основному центру. И по этой методике структура города представляет такой граф из нескольких центров, которые между собой по-разному тяготеют. Еще одна модель города, на которой, собственно, и основывалось исследование, которое мы делали, это модель Алексея Гутнова. Алексей Гутов, это городостроитель советский, он работал в 80-е годы, не знаю, как это его назвалось. Сейчас это организация Непидентрона Москвы, его идеи продолжают развиваться. И идея его была в том, что у города есть территория, которую можно назвать каркасом, по аналогии с человеком, это скелет. И есть территории, которые можно назвать тканью. И суть в том, что там, где нет скелета, смысла развивать ткань, никакого нет. То есть, чтобы город развивался естественно, нужно понимать эти законы развития, и находить, где у города скелета, где ткань, и новые территории развивать. Новые территории развивать таким образом, чтобы они город, как организм, делали более эффективным. И также он обосновал то, что проблема многих российских городов в том, что эти законы городского развития игнорировались на протяжении долгих лет. И такой модернистский подход, он во многом погубил города, и чуть дальше в исследовании на примере города Уфы я покажу, как это видно. И вот, кстати, его исследование в бывшем формате книги всем очень любит. Еще раз, чтобы закрепить город по углу нового. Это некая эффективная концентрация, там, где много ресурсов сконцентрированы в определенном месте так, чтобы это работало эффективно. Вторая мысль, то, что нужно поддерживать баланс этих ресурсов. То есть, что нельзя развивать их кузнему. И вот в чем заключалась его модель. Территория города делится на участки. Здесь пример. Каждый из участков, допустим, представлен точкой. И для каждой территории определяются два параметра – насыщенность и святность. Насыщенность. В изначальном исследовании это была насыщенность общественными функциями. А связность – это процент населения города, которое может попасть в эту точку в течение определенного времени. То есть, для каждой из территорий мы знаем, что там находятся десять функций и что 30% населения туда могут попасть за полчаса. И таким образом мы получаем некий график, некую матрицу, где видно, что есть территории, у которых показатели насыщенности и связности равны. И у Гутнова – это и есть каркас. То есть, это территории, которые развиваются равномерно. Если в этой территории много активности, то туда должен быть обеспечен доступ жителям города. Но есть территории дискорпорациональные. Например, территории, на которых очень много насыщенности, какой-нибудь торговый центр, но туда не обеспечена связность. То есть, там низкая связность. Либо наоборот – территории, в которые легко попасть жителям города, однако сейчас они пустуют. На примере УФИ после разбиения на расчетные кварталы получился такой график. Один из параметров здесь – это плотность населения, другой – процент услуг, доступных в течение 30 минут. То есть ту же матрицу можно использовать обратно, об этом я еще расскажу подробнее. И при использовании такой модели задача проектировщика, задача правительства, города, планировщика – использовать эти ресурсы. Если сейчас территория неэффективно используется, то нужно использовать ее эффективно. То есть для этих территорий мы повышаем связность с населением, либо мы размещаем на этих территориях жилье, либо строим туда дороги. На других территориях мы, наоборот, увеличиваем интенсивность использования. Таким образом, мы не мешаем городу, на пустом месте не строим дома или торговые центры, куда никто не может попасть. Наоборот, мы наращиваем каркас. И вот что получилось на примере города Уфа. Это матрица, опять процент населения, который может попасть на территорию по оси Х, по оси У, интенсивность использования территории. Видно, что каркас вот этой ячейки, он очень плохо сформировавшийся. Однако есть довольно цельные части города, которые имеют потенциал для развития. А также посмотрим территории, которые, можно сказать, вкусные для застройщика. Там, где большие, никому не принадлежащие, по сути принадлежащие городу, участки, на которых легко что-то построить. Если мы разобьем этот участок, вот этот, то мы никак не улучшим каркас города. Мы только разобьем город на отдельной части. Другая матрица обратная. Здесь по одной из осей процент точек придержения доступных за 30 минут. По оси Х, по оси У, плотность населения. И точно также есть территории, в которых недостаточно живет людей для того, чтобы эффективно эти территории использовались. Но из которых доступна большая часть городских функций. А также есть территории, которые тоже являются городом, но из которых некуда, собственно, ехать. Нечем там заниматься. И эту процедуру нужно использовать. Какие использовались данные для этого? Для расчета транспорта использовалось про то, что Дмитрий, кстати, говорил Google Roads API. Правда, делалась не матрица 1200 на 1200, естественно, а делалась более крупная матрица, потом она интерполировалась. И впоследствии уже эта матрица приводилась к показателю, который нам нужен. То есть нам не важно здесь, что из одной точки в другую путь занимает 30 минут. Нам важно, что из конкретной точки города за 30 минут можно достичь такой-то процент функций городских, либо в эту точку может попасть определенный процент населения. Такой параметр рассчитывается для каждого участка. Вот такие получались карты по этим параметрам. Процент населения, который может попасть на территорию, то есть в центр. 50% населения попадает за 30 минут. И процент услуг доступа. То есть тоже видно, что есть части города, которые абсолютно отрезаны от городской жизни. Как собирались данные о населении? Во-первых, у нас был доступ к паспортам БТИ. БТИ — это бюро технической инвентаризации. Это в 2014 год. Тогда еще не было, к сожалению, реформы ЖКХ. Поэтому пользовались чем могли. А также брали данные из ЕЛКЦ, расчетных кассовых центров, об оплате услуг. То есть там была информация о площади квартир и так далее. Жители частных домов рассчитывали, собирали расчетно. На тот момент мы брали каждый... Выделяли зону частной застройки, там выделяли постройки. Определенной площади отсекали коммунальные дома. Сейчас бы я это делал по-другому. Нашли такую методику, что правильнее всего это рассчитывать по кадастровым кварталам. Потому что чаще всего один кадастровый участок в зоне частной застройки принадлежит одному дому одной семье. По населению получаются такие параметры. И вот, кстати, тоже видно, что в центре-то не так много населения живет. То есть потенциал довольно... Рабочие места на тот момент тоже было тяжело собрать. И здесь мы использовали сводный показатель. Брали данные, свод сверху, количество venues. И брали, опять же, из BTI коммерческие площади, сдаваем. И получалось такой ранговый показатель, который мы использовали. Вот карта интенсивности использования. Теперь самое интересное про инструменты. Почему я интересовался про архитектора? Потому что на тот момент у меня не было опыта ни программирования, ни какой-то картографии. Я, будучи архитектором, начинал делать это исследование в том, в чем умел. А умел я на тот момент сделать Райна Гросскопер. И Гросскопер я включил базу данных по себе, где хранились данные. И большая часть пространственных запросов выполнялась там, потому что это работает быстрее. Вот так выглядит Райна Гросскопер. Ну, если бы я делал это сейчас снова, я бы, конечно, несколько раз подумал, но тем не менее. Смысл в том, что каждый из вас, будучи небольшим опытом программистом, может это сделать просто нодовыми языками программирования. Вот такое получилось тесто. Плюс еще Гросскопера, как выяснилось, было то, что он довольно быстро позволяет перебирать варианты и делать визуализации, делать расчеты, которых, например, QGIS в исконном своем виде не позволил бы, например, те же самые матрицы. То есть это позволило перебрать большое количество вариантов, посмотреть реляции между разными данными, которые у нас были. Сейчас я начинаю переделывать эту систему на веб и предлагаю зайти на сайт и посмотреть на прототип. Он, конечно, такой очень простой, буквально за полдня сделанный, сделанный на лифлейте. Я думаю, Андрей, я еще буду его переписывать на VG. Спасибо. Если есть вопросы, рад ответить. Какого года это исследовали? 2014. А кто бы заказчиков был? Это было исследование студенческое, был такой потенциальный заказчик в городе Уфе управления архитектурой, но там мы тоже вычислились как студенты, как практиканты. То есть трудно сказать, что это реальная модель, но тем не менее какие-то из этих идей в итоге легли в основу стратегии, которая потом разработалась в Уфе. Но на тот момент, когда делалось исследование, это был студенческий проект. А вы проверяли вот эти классовые модели? Ну, как минимум они проверялись экспертом, потому что много где их презентовали. И тут тяжело проверить результат, потому что нет такого застройщика, который согласится не строить в пустом поле. Ну, например, вы приводили, что из данной точки какое-то количество услуг, доступно такового количества людей. Можно проверить, действительно ли они доступны? Или хотя бы на каком-то одном квадрате города? Точно мы не проверяли, но, опять же, метод экспертной оценки, много где это исследование презентовалось. И, в принципе, по необъективной оценке эти данные соответствуют реальности. Какая итоговая рекомендация? Какая итоговая рекомендация для чего? Для политики? Могу сказать на карте. Ну, в принципе, я повторюсь, возможно, еще раз. Итоговая рекомендация для предоставителей политики была такая, что необходимо повышать плотность в центральной части города, плотность населения, потому что плотность населения в центральной части города, потому что на данный момент там довольно низкая плотность, однако оттуда доступна большая часть городских услуг. А также была идея развивать части города ближе к удаленным районам. Ну и самая главная рекомендация — это не пытаться строить поле, где от людей ничего не существует. Общественный транспорт не учитывался? С Google Roads API брался и общественный автомобильный транспорт, и переводился по моду скрипту 30 на 70. Там, конечно, не было маршрута, и это сильно заметно было, но тем не менее какая-то информация была. А вот, кстати, исследование с 19-го было, да? Сейчас все 17-е. Что-то изменилось, вы не шансовывали? Пока мы данные не пересобирали, не перепроверяли, но в ближайшее время с этой странички начнем обновляться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...